Приветствую вас, друзья, с вами Валерон, и сегодня у нас будет обзор двух пластинных группы Septic Flash, альбом Codex Omega. У меня в наличии американское одновинильное издание на лейбле Prosthetic Records и двухвинильное сорокопяточное издание европейское на лейбле Season of Mist. Давайте для начала рассмотрим их поближе, далее уже поговорим о самом главном, о звуке. Итак, слева у нас американское издание на одном виниле, справа французское на двух. Как вы видите, они не отличаются по оформлению, но отличаются по цвету, по оттенку. Итак, давайте начнем с американского издания. Что по полиграфии, то никаких замечаний, все изумительно, на мой взгляд. С обратной стороны также все очень качественно. Логотип Prosthetic Records и информация. В гейтфолде у нас вот такое вот оформление. Информация об альбоме. Благодарности. И вот такие вот вкладочки. Ну и сам красивый винил. На вид довольно качественный. Также американец комплектуется компакт-диском с тремя треками. Далее давайте перейдем к французскому изданию. Здесь у нас матовая бумага. Обратите внимание, оттенок другой. Более темный, более красно-синий, скажем так. Но тем не менее, качество, как мне кажется, тоже ничуть не хуже. С обратной стороны точно такое же оформление. Единственное, что здесь у нас логотип уже Seasons of Mist. И трек-лист. Гейтфолд точно такой же. Никаких отличий абсолютно. Пластинки находятся во внутренних конвертах с теми же самыми изображениями, которые были во внутренних вкладках двухсторонних у американского издания. Вторая пластинка. Кстати сказать, винил отпечатан в Чехии. Ну и честно говоря, довольно-таки средний по качеству визуально. Также эти издания отличаются стикерами. На американском издании вот такой вот стикер. На французском вот такой. Кодекс Омега это десятый альбом группы Септик Флэш, участие в котором принимал пражский филармонический оркестр, с которым группа записывала предыдущие три альбома. Ну а над обложкой, как всегда, трудился вокалист группы Септик Флэш, Спирос Антонио. Что ж, друзья, давайте теперь перейдем к самому главному, к звуку. И начнем, пожалуй, с двухвинильного европейца. Что можно сказать по звуку здесь? Общая картина радует широкой сцены и мощным напористым басом, при этом в высокочастотном диапазоне никаких потерь. Все достаточно хорошо сбалансировано. Середина также на месте не потерялась. Что по динамическому диапазону, то компрессия имеет место быть, но с учетом жанра музыки, в общем-то, она не бросается в глаза, никакого дискомфорта не испытываешь. Все вполне прилично. Ну и тут мы переходим к самому интересному, к дефектам. Что насчет циклических шуршалок и щелчков, то здесь их нету, никаких подобных дефектов я не заметил. Но здесь слышно саму массу. Причем шум массы достаточно однородный, не громкий. И связан он на 99%, я уверен, с цветным происхождением моего экземпляра. Мне кажется, что на черном экземпляре этого дефекта не будет. Просто послушайте вступительную дорожку первого винила. И эту шум массы вы услышите во всех паузах и тихих местах. Учитывая 45-оборотное происхождение этого издания, никаких проблем с считаемостью замечено не было. Падение качества ближе к яблоку не наблюдается. Цена на это лимитированное издание сейчас составляет примерно 50 евро. Моя итоговая оценка 8 из 10 баллов. Ну а мы давайте теперь перейдем к американскому изданию. Что можно сказать по звуку здесь? На самом деле частотная характеристика очень схожа с европейским изданием. В верхнем диапазоне акцент немножко смещен в сторону высокой середины. Что же по басам, то их здесь ровно такое же количество, как и в европейце. Однако за счет того, что американец записан примерно на 2,5 дБ тише, общая картина наблюдается следующая. Европейское издание звучит все же мощнее. По динамическому диапазону здесь ситуация схожа с европейцем. То есть полезный сигнал также скомпрессирован. Но здесь есть разница в шуме массы. И за счет этого картина немножечко отличается. Если на европейце вы слышите отчетливо шум массы в виде шипения, то здесь вы слышите такой низкочастотный рокот, который связан с низкочастотной модуляцией. Обратите внимание, вот так это звучит. Напоминаю, на европейца шум массы следующий. Ну и переходя к дефектам, должен, конечно, сказать вам о том, что в некоторых местах слышны циклические шуршания и щелчки. Все же одно винильное издание проигрывает по качеству массы двухвинильного. Но речь здесь идет о двухвинильном черном издании. Я думаю, что там проблем с массой нет. У кого есть черные двухвинильные издания, пожалуйста, отпишитесь, есть ли какие дефекты там. Что по остальным дефектам? Читаемость, кстати, несмотря на то, что запись дорожек здесь плотнее, чем на двухвинильном издании, превосходная. Никаких дефектов, никакого падения качества ближе к яблоку я не заметил. Цена на это издание сейчас составляет примерно 37 евро в этом цвете, что, согласитесь, тоже, в общем-то, недешево. И моя итоговая оценка также 80 из 10 баллов. Ну а мы давайте посмотрим еще, в каком виде этот альбом выходил. Небольшое уточнение. Вот это двухвинильное издание, которое я вам показал, серого цвета, оно на дискоксе указано как немецкое. На самом деле это не так. Вообще, по сути, пластинки отпечатаны все в Чехии, европейские, поэтому имейте это в виду. Почему на дискоксе указана страна-изготовителя Германия? Потому что это издание заказывал магазин EMP. И вот это лимитированное издание, которое было выпущено в количестве 100 штук, продавалось только в магазине EMP. Издание на сером виниле является самым раритетом. Также оно выходило и в других цветах, там тираж был немножечко побольше. Чёрное издание этого альбома сейчас, кстати, стоит примерно 20 евро. Мне кажется, что стоит обратить внимание лучше на него. Лейбл Prosthetic Records этот альбом выпустил ещё и на кремовом виниле, и стоимость его сейчас составляет примерно 16 долларов. Также в Европе выходили ещё и боксы в двух цветовых вариациях. Там присутствовал ещё и третий винил, который назывался Codex Omega Symphony, который по трек-листу повторяет компакт-диск, входящий в состав американских винилов. И ещё один забавный момент. Обратите внимание, коробки пронумерованы от 0 до 500, то время как третий винил, входящий в состав этой коробки, пронумерован от 0 до 250. Интересная математика в Европе получается. Стоят эти боксы сейчас в районе 80-85 евро, поэтому кто ещё не успел купить этот альбом и хочет максимальную комплектацию, торопитесь, потому что я уверен, что со временем они начнут дорожать. Что бы я посоветовал в итоге? Европейские издания я бы посоветовал брать только чёрные. Мне кажется, что все цветные винилы будут иметь схожий дефект массы, который присутствует на моём экземпляре. Что по американцу, в принципе, во-первых, обязательно послушайте сэмплы. Если вас устраивает звук, то можно опять же купить не тот экземпляр, который у меня, а подешевле, который стоит сейчас 16 евро в кремовом цвете. Тратить большие деньги на вот эти лимитированные издания я бы не стал, наверное, сейчас уже, но решать, конечно же, вам. Что ж, друзья, ознакомьтесь с сэмплами, которые находятся по ссылке в описании под видео. А у меня на этом всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok